В нем находятся живые бифидолактобактерии, закваски, агар-агар, то есть морские водоросли. Старший технолог этого предприятия готов часами рассказывать о чудесных свойствах творожков и кипирчиков, выпускаемых фирмой уже больше 20 лет. Их польза научно доказана. Мощностей аппарата, упаковывающего по 20 тысяч баночек в час, уже не хватает. Купили новый, рассказывает руководитель. Но и он не даст развернуться. Нужны новые площади. Здание уже тоже нашли, совсем рядом. Простаивает пустое. От республики предприятие просит передать помещение в пользование. Мы гарантируем не 47 рабочих мест, которые есть сегодня на нашем предприятии, а 150 создать рабочих мест. Не 5 миллионов налогов платить в казну, а 20 миллионов. Инвесторы сегодня на вес золота не только в Удмуртии, во всей стране. С этих слов президент республики начал совещание по развитию бизнес-страды в регионе. Задача поставлена главой государства – сделать Россию привлекательной для инвестиций. Неделя инвестора – один из механизмов в этой работе, но не единственный. Опыт привлекать большие деньги в экономику региона у нас есть, отмечает Александр Волков. Премьеры у всех на слуху. Возрожденные и Жавта, и Сарапольский радиозавод, модернизированные и Шсталь, Воткинские и Чапецкие машиностроительные заводы. Сегодня в Ижевске реализуется еще один крупный бизнес-проект. Миллиардные вложения идут в энергетику. За последние пять лет в Удмуртию инвестировали более 260 миллиардов рублей. Создано около 4 тысяч новых рабочих мест. Мы и субсидируем процентную ставку. У нас работает и фонд поддержки, он уже обладает не десятками миллионов, с чем мы начинали, а сотнями миллионов рублей для поддержки ряда проектов, которые проходят в защиту. Требуется активность в приземлении перед проектом. Условия созданы. Сегодня Удмуртия, как и все регионы, пишет свою стратегию инвестиционного развития. Чем больше в ней стимулов, тем больше денег придет в экономику. Помочь разработать такой документ готова одной из ключевых бизнес-сообществ страны – деловая Россия. С ней сегодня республика подписала соглашение. Мы считаем, что мы будем крайне полезны администрацией региона именно во внедрение этого стандарта. А это даст со своей стороны инвесторам четкое и понятное понимание, куда движется регион, и что здесь можно делать, и куда можно вкладывать. Сегодня же президент объявил, что уже до конца года в Удмуртии появится план создания инвестиционных объектов и необходимой инфраструктуры. А кроме того и новый финансовый инструмент – инвестиционный фонд. Сопредседатель деловой России эти заявления слушал внимательно. Бизнесмен пояснил, он уже присматривается к региону, в Удмуртии есть во что вкладывать деньги. Марина Баля, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Движется регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова